Здравствуйте, мои дорогие! Я думаю, раз вы перешли на это видео, вы хотели, так сказать, увидеть что-то хайповое и немножко повозмущаться тем, что я напишу. Но, честно говоря, я не удержался ответить на этот вопрос. Мне его задавали просто дикое количество раз. Почему, чем лучше .NET, чем лучше Java, что лучше, чем выбирать и так далее. Я наконец плюнул на все и решил все-таки записать вам видео с ответом на вопрос, чем Java лучше, чем .NET. Поехали! Поехали! Сразу дисклеймер, прежде чем поехали. Это абсолютная вкусовщина и мое представление о окружающем мире. Возможно, возможно, я ошибаюсь. Возможно, что все будет совсем не так и так далее. Я уже тут немножко ванговал. Вы знаете, я в тот раз, как бы так сказать, ошибся со своим вангованием, когда я говорил, что .NET загибается и вот это все. Microsoft самоотверженно вытянула историю. Они влезли на несколько очень интересных ниш типа геймдева, привет Unity. Это было отлично, это было прекрасно вообще. .NET Core. Прекрасная идея, великолепная. То, что, в общем-то, надо было делать с самого начала, но нет. Они с самого начала не сделали. Сейчас это достаточно востребованная тема, тем более большое количество разработчиков уже выучилось на .NET, на C-Sharp, и поэтому есть возможность, так сказать, делать быстрые enterprise приложения, как некоторые считают, быстрее, чем на Java. Я не уверен, что быстрее. Я сразу объясню, почему мне кажется, что все-таки, если мы говорим, ну, если мы говорим, почему что-то лучше, чем что-то, надо спрашивать для кого. Вот я скажу, с точки зрения потенциального в IT-вайтишника, программиста, который хочет войти и стать разработчиком на каком-то языке. Какой лучше язык выбирать? Идти ли на Java платформу или идти на .NET платформу? Так вот, я считаю, что лучше выбирать Java платформу. Перечисляю принципы, параметры, по которым я считаю, что лучше. Первое. Платформа более стабильна, на самом деле, практически не меняется кардинально уже, да и бог памяти, почти 20 лет. То есть код, который был написан в начале двухтысячных, программист современной Java, в общем, не то, что разберет, он вообще его совершенно свободно читает, там нет никаких проблем, он просто несколько устаревший, потому что там не используются современные фреймворки или используются древние версии современных фреймворков, но он более чем читаемый, да, что приводит нас к мысли о том, что, ну, скажем так, учить наученная, выученная база знаний, она сохранится с человеком, да, то есть ты, да, для начала должен выучить довольно много, но потом тебе не надо там выучивать какое-то дикое количество разномастых вещей, что можно вполне сказать про dotnet, да, где тебе нужно бежать сразу во много разных сторон, где постоянно что-то дополнительное меняется и так далее. Хотя это для многих может быть как раз наоборот преимуществом. Dotnet меняется быстрее, там будет больше нового и возможно, что есть вероятность того, что он вдруг в какой-то момент выстрелит или не выстрелит, да, ну вы поняли. То есть Java более стабильный. Второй момент, который я хотел озвучить, это вопрос накопленный knowledge base. По Java knowledge base просто дикая и поскольку язык не очень сильно дикая по размеру, огромная, да, и поскольку язык не так уж сильно менялся, это knowledge base до сих пор актуально практически на 100%. Для dotnet очень многие аспекты, которые были, скажем, найдены, обнаружены и лежат в knowledge там с 2004 года, ну как бы такое там актуальности уже довольно таки мало. Платформа очень сильно ушла вперед и изменяется. Понимаете, у Microsoft вообще на вот это backward compatibility, ну так скажем, ну не то чтобы кладет болт, но гораздо легче относится, чем Oracle. Поэтому надо понимать, что knowledge base по Java и более того, хорошие книги по изучению, вот это все, ну я бы сказал, гораздо больше накоплен, да. То есть это классический язык, который преподают во многих, ну который преподают во многих университетах. Наработано большое количество учебных материалов, понимание того, как ему учить и так далее. Понимаете? Вот. С dotnet немножко проще, сложнее. Вот. Третий момент, который я хотел сказать. Java это язык Enterprise. Это тот язык, который на язык, тот язык, на который Enterprise ткнул пальцем и сказал, ты, зараза, избранный. Вот. Да, на C-Sharp, на dotnet многое пишут в этом смысле. То есть, ну как бы, да, что-то там пишут и начинаются разработки. Тот же dotnet core, как я уже говорил. Все это хорошо и здорово. Но, если возникает вопрос написать что-то рисковое, большое, с тяжелой нагрузкой и так далее, то все наученные горьким опытом, проект-менеджеры и технические директора скажут, давайте сделаем на Java. Если это не будет работать на Java, то как бы, ну, вот оно вообще не может быть сделано. Это тот самый язык, который вот, правее него только стенка. Поэтому, ну, как бы, в ваших руках космолет, да. То есть, то же самое, что вот круче уже некуда. Да, dotnet пыжится и пытается что-то сделать, но мы понимаем, что если вот так вот сказать, там, нужен проект, там, который выдерживает, там, вот, запредельные мощности нагрузки и так далее, распределенности, о чем делать. Ну, на Java с большей вероятностью эта штука взлетит. Ну, реально с большей. Потому что knowledge base, потому что накоплены знания, умения и навыки, да. Несколько вариантов серверов, которыми можно поэкспериментировать, попробовать одно, попробовать другое и так далее. На dotnet все это сырое, ну, относительно сырое, то есть, меньше, там, 15 лет, как это все используется. Все относительно, ну, как бы сказать, не на тех объемах и не на тех мощностях использовалось. Хотя, с точки зрения языка сейчас другие преимущества, да. С точки зрения языка, естественно, C-Sharp круче, чем Java. Было бы странно, если бы было наоборот. Они учли, они создавали язык на основе Java, используя уже опыт Java. Ну, было бы вообще верховым рукожопости сделать язык хуже. Ну, то есть, вообще не понимать, что там хорошего, что там плохого. Java же потому и плоха, что стабильна. Или стабильна, потому что плоха, да, вы поняли? Вот, ну, в любом случае, конечно же, выбор за вами, но я бы советовал все-таки, скажем так, достаточно ощутимое преимущество, если вы выбираете, куда вам идти, смотрел в сторону все-таки Java. Мне так кажется. Может быть, я ее просто больше люблю. Вы поняли меня. Короче, оставайтесь с нами, ставьте лайки, вот это все. Напишите, какой язык вы больше любите и почему. Мне просто интересно. Все. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова